1 мая в Каспийске у Стеллы город трудовой доблести состоялось возложение цветов каспичанам трудовикам тыла за значительный вклад жителей города в достижение победы Великой Отечественной войны. В годы войны наш город бесперебойно снабжал фронт продукции, произведенной на заводе так дизель. При этом жители города проявили массовый трудовой героизм и самоотверженность. Я предназвожу поколению, которое является сегодня последним свидетелем того героического подвига наших людей в годы Великой Отечественной войны, которые трудились в этом городе на заводе так дизель. Мы были детьми и восхищались тогда между собой. Дети говорили во дворе, не спрашивали, сколько твой папа получает, а сколько твой папа не спал дома. Значительный вклад в Великую Победу внесли те, кто строил этот завод и город, кто руководил стройкой века, стоял у штурвала великих свершений. Более 800 наших земляков были отмечены боевыми и трудовыми наградами. Это директора завода Николай Белоглазов, Иван Зорин, Иван Мельников, Марат Левченко, Сурен Шаумитян, Николай Покорский и другие. Кроме того, на заводе люди работали династиями. Наиболее известными из них стали семьи Джанаевых, Гаджиевых, Олегфердиевых, Костиновых и Каравянских. Не зря 1 мая мы отмечаем Ольдой Стрелу, потому что в город Каспийск строили много тружеников завода Дагдизи. Мы строили и не только наши кавказцы, все приезжали из других регионов и построили наш славный город, и положили свое здоровье многие, и многие оставили свои силы и построили нам прекрасный город. Приняли участие в память о заслугах работников труда Каспийска, сотрудники администрации Каспийска, управления культурой города, воспитанники школы номер 7 и номер 1 и многие другие. Завершилось мероприятие возложением цветов к стели «Город трудовой доблести» и «Минутой молчания».